Привет! В этом видео на примере задачи о мудрых тараканах мы разберемся, что такое равновесие Нэша. Поехали! Собрались N мудрых тараканов. Мы их напишем с большой буквы, потому что они мудрые тараканы. И решили мудрые тараканы искать истину. Истина она одна, поэтому мы ее изобразим с большой буквы. И каждый мудрый таракан может искать истину или халявить, отдыхать, делать вид. Каждый мудрый таракан, у него всего две стратегии. Он может либо искать истину, либо делать вид, что ищет, а на самом деле ничего не делать. И, соответственно, если таракан ищет истину, он ее либо находит, либо не находит. Если таракан ищет истину, давайте считать, что вероятность нахождения истины одна вторая. С вероятностью одна вторая находит, с вероятностью одна вторая не находит. Ну и поскольку истина одна, то если хотя бы один мудрый таракан найдет истину, то он ее расскажет сразу всем. А истина это хорошо. Истина дает всем плюс один в познании. А вот если не находит никто, значит никто не узнает. Если хотя бы один найдет, два найдут таракана или пять найдут тараканов мудрых истину, то значит все мудрые тараканы получат познание плюс один. Единственная проблема. Поиск истины, он сопряжен вне зависимости от того, находит ее мудрый таракан или не находит. Поиск истины сопряжен с небольшими издержками. Но все-таки надо искать. И тут вот маленькие издержки 0.1. А если делать вид, то никаких издержек нет. И можно на халяву узнать истину, если ее найдет кто-то другой. Ну такие правила игры. Давайте будем считать, что мудрые тараканы ориентируются на математическое ожидание, на ожидаемый выигрыш. То есть цель тараканов побольше, ожидаемый выигрыш. Каждый мудрый таракан хочет свой, хочет побольше сделать, побольше свой ожидаемый выигрыш. Ну давайте разберем, чтобы точно понять условия задачи, какой-нибудь пример. Допустим, есть три мудрых таракана. И двое из них ищут истину. Ищут, ищут. А один делает вид. Вот. Первый ищет истину, второй ищет истину, а третий делает вид. И давайте посмотрим, какой будет ожидаемый выигрыш первого игрока. Первого таракана. Ну конечно, он ищет истину, поэтому он работает. Тяжко работает. У него сразу минус 0,1. Потому что он работает. Зато есть вероятность, что кто-то из этих двоих найдет истину. Значит плюс 1 и 1 мы должны умножить на вероятность того, что хотя бы кто-то в этой троице найдет истину. Ну поскольку двое ищут, а один делает вид, что ищут. То вероятность нахождения истины равна 1 минус вероятность ненахождения истины. То есть это 1 минус 1 вторая в квадрате. 1 вторая в квадрате это вероятность того, что никто из ищущих не найдет истину, и 1 минус 1 вторая в квадрате это вероятность того, что истину найдет хотя бы кто-то. А вот полезность, например, третьего таракана, она немножко повыше, чем полезность первого, потому что он не ищет истину, он делает вид, у него ноль в издержках, однако вероятность того, что он ее узнает ровно такая же. Истина она одна, и как только ее кто-то из мудрых тараканов узнает, ее узнают все. Радость познания, она распространяется на всех. Вот такие вот выигрыши в данном примере. А теперь, когда мы поняли, как устроены выигрыши, мы можем понять, что предлагает теория игр в качестве концепции решения. Что такое равновесие Нэша. Вкратце дадим напоминание о том, что такое равновесие Нэша. Равновесие Нэша это такой исход игры, то есть такой набор стратегий, соответственно, исход, в котором ни один из игроков, ни один из мудрых тараканов в одиночку не сожалеет о своем личном выборе. Исход игры, в котором ни один игрок не сожалеет о своем выборе. Ну давайте посмотрим, сожалеет ли кто-то из игроков о своем выборе. Ну, например, сожалеет ли игрок, который делал вид. Давайте посмотрим сейчас, какая полезность у третьего игрока. У третьего игрока полезность равна, 1 вторая в квадрате 1 четверть равна 3 четверти. Вопрос, мог ли он сделать полезность выше. Ну, то есть, если бы третий игрок, скажем, черт возьми, если бы я знал, что они будут искать, может быть, мне тоже стоило бы поискать. Давайте посмотрим, третий игрок рассматривает ли он, получает ли он выгоду от альтернативного поведения. То есть, если бы третий игрок вернулся в прошлое и, зная, что первые два ищут истину, тоже бы поискал истину. Тогда ситуация была бы такая, все трое ищут, и было бы некое у три штрих, альтернативное удовольствие третьего мудрого таракана от отклонения от текущей стратегии. В одиночку мы стратегии двух фиксируем, а третий отклоняется. Тогда бы он получил минус 0,1 из-за того, что не делал бы вид, а искал, но зато возросла бы вероятность открытия истины. Теперь вероятность открытия истины равнялась бы единичке минус вероятность того, что никто из трех не откроет истину, то есть 1,2 в кубе. И это было бы 1,2 в кубе это 1,8, 1 минус 1,8 это 7,8 и соответственно мы получили бы 7,8 минус 0,1. Ну и нам надо сравнить, что выгоднее третьему игроку. Три четверти это 0,75, либо 7,8 это соответственно 0,875 минус 0,1, да, и это получается 0,775. И соответственно третий мудрый таракан понимает, что если бы он знал, что если первые два будут искать, то ему тоже выгоднее искать, а не делать вид. Поэтому соответственно ситуация, когда двое ищут, а третий делает вид, что ищет, это не равновесие нэша. Исход i и d это не равновесие нэша. Почему? Ну например, потому что выгодно третьему игроку отклониться от своей стратегии. А если рассмотреть ситуацию i, 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 когда все трое ищут, это равновесие нэша. Почему? Ну давайте посмотрим. Если все трое ищут, то достаточно рассмотреть любого игрока, да. Полезность третьего в этой ситуации, как мы выяснили, 0,0,775. А если он отклонится и вместо i сыграет d, то он получит 0,75. То есть ему невыгодно отклоняться третьему. Но раз третьему невыгодно отклоняться в силу симметрии, всем игрокам невыгодно отклоняться. Ну а сейчас посмотрим, что произойдет при произвольном n. Рассмотрим ситуацию в общем случае. Давайте сначала рассмотрим краевые ситуации, когда все тараканы либо ищут истину, либо никто из тараканов мудрых не ищет истину. Ну попробуем. Давайте представим сегодня, что у нас n мудрых тараканов. И рассмотрим, попытаемся понять, является ли равновесием нэша исход, где никто не ищет истину. Все делают вид. Все n тараканов делают вид. Ну тогда в этой ситуации полезность каждого таракана типична. Вот, давайте, первого. Да, полезность первого таракана равна нулю. Он ничего не делает и вероятность обнаружить истину равна нулю. Однако, если я, первый мудрый таракан, в одиночку решу искать истину, когда остальные ничего не делают, а, вернее, только делают вид, то я получу у один штрих. Я потеряю издержки поиска истины, зато приобрету половинку вероятность обнаружения истины будет 0.4. Это мне выгодно искать. Получается, что ни при одном n не бывает равновесием нэша ситуация, где все мудрые тараканы только делают вид. Хотя бы кто-то всегда ищет истину. Хорошо, давайте рассмотрим другой краевой случай, когда n мудрых тараканов и все ищут истину. Тогда полезность меня, как типичного мудрого таракана, равна чему? Минус 0.1 плюс 1 минус 1 вторая в степени n. Я не получу познания только если никто не найдет истину. А никто не найдет истину, то есть 1 вторая в степени n. А если я задумаю бездельничать и только делать вид, я буду делать вид, а остальные будут искать, тогда полезность меня первого таракана от отклонения от стратегии в исходе и будет равна. Я не буду нести издержки, будет 0, но упадет вероятность глобального нахождения истины. Она будет 1 вторая в степени n минус 1. И соответственно, чтобы мне не было выгодно халтурить, чтобы мне было либо одинаково выгодно халтурить, либо выгодно искать истину, должно выполняться неравенство минус 0,1 плюс 1 минус 1 вторая в степени n. Н должно быть больше либо равно, чем 1 минус 1 вторая в степени n минус 1. И получаем, что единички уходят, 0,1 должно быть меньше либо равно 1 вторая в степени n минус 1 умножить на 1 вторую. Ну давайте подумаем, то есть вот такое вот неравенство 1 вторая в степени n должно быть больше либо равно 0,1. Ну это легко решается, да? То есть если n равно 2, это 1 четверть, если n равно 3, это 1 восьмая, это еще больше либо равно. Но при n равном 3, 2, 1 неравенство выполнено, а вот при n уже равном четверке получается 1 шестнадцатая, 1 шестнадцатая, конечно, меньше 1 десятой. Итого мы выяснили, что ситуация, когда все мудрые тараканы ищут истину, это равновесие нэша при трех, двух или одном мудром таракане. Вот здесь у нас будет получаться и это равновесие нэша, и когда один мудрый таракан, ему, конечно, выгодно искать истину. И остались ситуации, где часть мудрых тараканов ищет истину, а часть мудрых тараканов делает вид, что ищет истину. Но давайте попробуем разобраться с ними. Теперь попробуем найти равновесие нэша, в которых а тараканов мудрых ищет истину, а б тараканов делает вид. От них будет а тараканов и б тараканов, б мудрых тараканов делают вид, что ищет, и мы хотим, чтобы такой исход игры был равновесием нэша. Соответственно, ни одному из ищущих истину мудрых тараканов и ни одному из делающих вид, что ищет, истину не должно быть выгодно отклоняться. Давайте напишем два неравенства, что означает, что невыгодно отклоняться ищущему. Сейчас выигрыш ищущего равен минус 0,1 плюс 1 минус 1,2 в степени а. А если он отклонится, и он должен при этом потерять, ну по крайней мере не выиграть, то что произойдет, если он отклонится? Он получит нулевые сдержки, поскольку он не будет искать в случае отклонения, но упадет вероятность нахождения истины, она будет 1 минус 1,2 в степени а минус 1. Это условие, что невыгодно отклоняться ищущему. И аналогично, второе неравенство, что невыгодно отклоняться делающему вид, что ищет. Давайте его напишем здесь. Невыгодно отклоняться делающему вид. Сейчас делающий вид получает 0 плюс 1 минус 1,2 в степени а, и это должно быть больше либо равно, чем минус 0,1 плюс 1 минус 1,2 в степени а плюс 1. У нас есть система из двух неравенств. Давайте ее решим. Что у нас получится? Первое неравенство 0,1 меньше либо равно 1,2 в степени а минус 1,2 в степени а. А второе условие 0,1 больше либо равно чем 1,2 в степени а минус 1,2 в степени а плюс 1. 1,2 в степени а минус 1 минус 1,2 в степени а легко вычитается. И у нас получается система, что 1,2 в степени а должно быть больше либо равно 0,1. А 0,1 должно быть больше либо равно 1,2 в степени а плюс 1. Ну и осталось найти такое пороговое а, чтобы 1,2 в степени а еще было больше чем 0,1, а вот в более высокой степени меньше. И здесь оказывается, что пороговое а равно троечке. 1,8 0,125 больше либо равно 0,1, а вот 1,16 уже меньше чем 1,1. И поэтому получается, что если в игре много мудрых тараканов больше тройки, то равновесиями Нэша будут все ситуации типа И, Д, И, И, Д, Д, Д. Тоже равновесие Нэша. Главное, чтобы количество ищущих истину равнялось тройке. Соответственно, мы получили важный результат. Оказывается, если есть командная работа, в которой действия у нас неверифицируемые, мы не можем наказать мудрого таракана за то, что он делал вид, что ищет. Он может сказать, ну я честно искал истину, но не повезло, фортуна была против меня, я старался как мог. Да, у нас неверифицируемые усилия мудрых тараканов. И в этой ситуации оказывается, что если мы добавляем мудрых тараканов в команду, то в любом равновесии Нэша больше трех мудрых тараканов искать истину не будет. Есть некая пороговая численность команды, больше которой уже количество ищущих истину не растет в равновесии Нэша. И теперь нам осталось рассмотреть последнюю идею, применительно к этой задаче. Мы попробуем посмотреть, а что будет, если мы попытаемся найти равновесие Нэша в смешанных стратегиях. Что такое равновесие Нэша в смешанных стратегиях? Смешанная стратегия означает рандомизированное поведение игрока. То есть каждый игрок у нас будет не просто, либо ищу истину, либо не ищу истину. А теперь каждый мудрый таракан сможет, да я с вероятностью 0.7 ищу истину, с вероятностью 0.3 отдыхаю. То есть мы добавим рандомизацию в действия каждого игрока. Соответственно, у нас каждый игрок, у нас теперь появляется некая смешанная стратегия S, которая состоит в том, что с вероятностью P я ищу истину, а с вероятностью 1 минус P я делаю вид, что ищу истину. Это просто условная запись, здесь не стоит понимать, как вот это, как арифметическое умножение. И это означает искать истину, P умножить на I это означает с вероятностью P искать истину. Это некая конвенция, может быть ее стоит в кавычке взять, это не в прямом смысле умножение, просто удобная запись, которая понятна, что с вероятностью P я ищу истину, с вероятностью 1 минус P я делаю вид, что ищу истину. И мы немножко для упрощения, хотя можно в принципе решить эту задачу и в общем виде, когда мы допускаем возможность разных смешанных стратегий у игроков, но для упрощения, для понимания концепции мы предположим, что все мудрые тараканы используют одну и ту же смешанную стратегию S с одинаковыми P, то есть каждый мудрый таракан, он с вероятностью 1 и той же P ищет истину, и с вероятностью 1 минус P делает вид, что ищет истину, и мы найдем, соответственно, равновесие Нэша, то есть найдем P в данной ситуации. Поехали! Итак, нас интересует равновесие Нэша, где N мудрых тараканов ищут истину, то есть равновесие вида S, 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 где каждый из них ищет истину с вероятностью P, и с вероятностью 1 минус P делает вид. Ну, мы знаем, что какое условие должно выполняться? Должно выполняться условие, что ни одному таракану невыгодно отклоняться. Что это означает? Это означает, что ни одному таракану невыгодно отклоняться и делать вид, что он ищет, и ни одному таракану невыгодно отклоняться, искать стопроцентно, да? То есть, казалось бы, надо рассматривать бесконечно много отклонений, но мы сделаем маленькую хитрость. Смотрите, если это поведение оптимально, и мне невыгодно, первому тракану, мне невыгодно отклоняться ни на какую другую смешанную стратегию, это означает важный вывод, который здорово облегчает решение задачи, что я безразличен между чистыми, нерандомизированными стратегиями. Вывод. Если предположить, что этот исход — это равновесие Нэша, у нас получается, что каждый мудрый тракан, не только я как первый, каждый мудрый тракан безразличен между нерандомизированными стратегией искать и делать вид. Ну, потому что от противного. Если бы я, мудрый тракан, не был бы безразличен, если бы мне при заданных действиях других игроков искать было бы лучше, так я бы искал. Если бы мне делать вид было бы лучше, так я бы делал вид. А вот если мне безразлично, я могу с вероятностью поискать и с вероятностью один минус п делать вид. И это классное условие дает нам уравнение. Давайте смотреть. Значит, мы выяснили, что когда мудрый тракан один, да, при n равном единичке, мы уже выяснили, что мудрый тракан точно будет искать, если бы мы рассмотрим случай n больше либо равной двойке, да, какое уравнение это нам дает. Это нам дает уравнение следующего вида. Если я ищу, а остальные смешивают, то моя полезность должна быть равна моей полезности, если я делаю вид, а остальные ищут. Вот оно уравнение, давайте его выпишем. Если я ищу, а остальные делают вид, то что я теряю? Я теряю минус 0,1 издержки поиска, плюс какова вероятность того, что хотя бы кто-то найдет, да, это 1, минус вероятность того, что никто не найдет истину. Какова вероятность того, что я не найду истину? Это 1, 2. Какова вероятность того, что эти парни не найдут истину? Ну, во-первых, этих парней оставшихся, их n-1. Но они могут не найти истину в двух ситуациях. Поскольку они с вероятностью 1, минус p халярят, то с вероятностью 1, минус p они просто каждый могут не искать. А еще они могут ее искать, но может не повезти. Тяжек путь поиск истины. То есть, либо я не ищу истину, либо я ее ищу, но мне не повезло. И, соответственно, эта полезность должна равняться моей полезности, ежели я ничего не делаю, я только делаю вид. 0 плюс. И здесь, соответственно, какова вероятность того, что никто не найдет истину? Это 1 минус в степени n-1, а здесь получается 1 минус p плюс p на 1 вторую. Никто из n-1 моих напарников не сможет сделать нашу общую работу. Решаем это уравнение. Получаем 0,1 перекидываем, единички гибнут, 0,1 перекидываем вправо, остается 0,1. И здесь скобка в степени n-1, минус половинка такой скобки, дает половинку такой скобки. Внутри скобки оказывается 1 минус p пополам в степени n-1. И это равно 0,1. И, соответственно, домножаем на 2, получаем 1 минус p пополам в степени n-1 равняется 0,2. И получаем, что 1 минус p пополам равняется 0,2 в степени n-1. Ну, давайте посмотрим... Ой, в степени 1, деленной на n-1. Давайте подумаем, когда это уравнение дает нам разумное решение. Ну, во-первых, давайте вот решаем, получим, что 2 минус p равняется 2 на 0,2 в степени 1 на n-1. Ну и, наконец, p равняется 2 минус 2 на 0,2 в степени 1 на n-1. Ну и мы видим, что если у нас p, если у нас n равняется 2, то еще не набирается здесь корень из 0,2, еще не дает нам p из диапазона 0,1. А вот при n больше 3 у нас получается еще симметричное равновесие Нэша в смешанных стратегиях. То есть мы получаем последнее равновесие Нэша, симметричное, в смешанных стратегиях на этот раз. Давайте его выпишем. Оно действует при n больше 3. При n больше 3 мы получаем еще равновесие Нэша s, 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 s. С равновесие Нэша, где s, это с вероятностью p искать, с вероятностью 1 минус p делать вид, а p определяется по формуле 2 на 1 минус 0,2 в степени 1 на n минус 1. Таким образом, мы нашли целую пачку равновесия Нэша в задаче о мудрых тараканах. Равновесие Нэша все в чистых стратегиях и одно симметричное равновесие Нэша в смешанных стратегиях. Мы оставляем слушателям возможность подумать, а что в симметричном равновесии Нэша происходит с вероятностью нахождения истины с ростом n? Что происходит с ростом n с этой вероятностью, если мудрых тараканов будет все больше, больше, больше и больше? Какова вероятность того, что каждый отдельный таракан ищет ее? Какова вероятность, что происходит с вероятностью нахождения истины с ростом n?